Итак, сейчас, судя по докладам с линии фронта, украинцы испытывают сильнейший дефицит в боеприпасах, прежде всего в артиллерийских снарядах 155-го калибра. Советских калибров их уже давным-давно не хватает, 152 и 122 миллиметра, но вот тут чехи где-то обнаружили 800 тысяч артиллерийских снарядов. Сейчас собирают деньги по всей Европе, чтобы их выкупить. Где их нашли не очень понятно, я так понимаю, где-нибудь в Азии или в Африке. И кроме этого, чехи нашли еще 200 тысяч снарядов для того, чтобы передать их Украине. Итого получается миллион, если эти 200 тысяч не входят в те 800. Плюс к этому Евросоюз обещал передать Украине миллион снарядов 155-го калибра, но пока это не было выполнено. Европейская промышленность как-то раскручивается и очень и очень медленно, и как-то очень небыстро. Проблема, разумеется, не в деньгах. Вся помощь Украине от Запада, в финансовом, естественно, исчислении, да, это порядка там сколько, 100 миллиардов долларов уже было передано в различных вариантах. И деньгами, и техникой, и там разными прочими вещами. Все это проценты или доли процентов от ВВП Объединенного Запада. Две крупнейшие экономики планеты, Соединенные Штаты и Евросоюз, а вместе они представляют из себя крупнейшую экономику планеты, вполне могут себе позволить там выделять, я не знаю, десятки миллиардов, не особо это как-то ощущать для своих финансовых дел. Кроме этого идет речь об использовании российских конфискованных активов, либо прибыли, то есть проценты с этих активов, которые хранятся в западных банках, будут забирать и отдавать их на нужды Украины, чтобы Украина на них могла закупать вооружение. Короче говоря, есть масса вариантов, но пока проблема в том, что ни снаряды, ни ракеты для ПВО, в которых Украина испытывает тоже сильнейшую нужду, до Украины никак доехать не могут. Почему же это происходит? Оружие, конечно, мало купить, его нужно для этого сначала произвести. Европейские мощности для этого совершенно недостаточны. Десятки лет, как я уже однажды рассказывал, Европу приучали к тому, что большой войны не будет, но не с кем воевать. Все, Советский Союз развалился, угроза исчезла, больше этой империи зла не существует, Варшавский договор развалился, угрозы нет. Часть стран Варшавского договора вообще вступила в Европу, часть вообще вступила в НАТО, в том числе и некоторые бывшие республики Советского Союза, в частности Балтийские страны. Ну как бы, ну с кем тут воевать? Кто же знал, как говорила моя бабушка в таких случаях. Потом вот вырос этот монстр во главе с Путиным и началась огромная страшная война в Украине и стало понятно, что нужно оружие. Хотя это понятно было раньше, еще в 2014 году после аннексии Крыма и после начала войны на Донбассе уже было понятно, что нужно срочно переводить промышленность на военные рельсы. Не то, чтобы прям на мобилизационные, но на военные точно. Но в Европе решили, что этим все и ограничится, допустив вот гигантскую и страшную ошибку, на мой взгляд. Крым был той самой точкой невозврата, после которой нынешняя война стала уже не просто возможной, а буквально неотвратимой. И поэтому в Европе так что-то и не почесались на эту тему. В отличие от Российской Федерации, которая вот по данным, например, CNN, по оценке разведок стран НАТО, она производит в месяц, ежемесячно, 250 тысяч артиллерийских снарядов, то есть порядка 3 миллионов в год. Правда в этом отчете говорится следующее, вот в оригинале статьи, на английском это звучит так, e-person, track to produce, то есть выходит на уровень производства. Но очевидно, что в России раскручивается военная промышленность гигантскими темпами, там все это заливается деньгами, там совершенно не имеет значения никакая там ни прибыль, ни рентабельность, ничего, все для фронта, все для победы. Вот этим отличаются тоталитарные диктатуры от условно-капиталистических развитых демократических государств. Потому что в демократических государствах, когда производителю снарядов, а вся военная промышленность там частная, плюс-минус, да, говорят, давай будем выпускать больше снарядов, ему для этого нужно построить линию, вложить деньги в оборудование, инвестировать очень много в развитие производства, но он должен быть уверен, что в течение ближайших там 10-15 лет у него всегда будут заказаны эти снаряды. А если нет? И вот это ему никто толком сказать, видимо, не может ему, в смысле им, производителям снарядов. И поэтому они там не особо чешутся, хотя потихонечку раскручивают. Потому что в мире действительно образовался такой жесткий дефицит снарядов 155-го калибра. Примерно та же история с ракетами ПВО. Это вообще изделие такое высокотехнологичное, сложное, очень дорогое. Там есть разные оценки. Ракеты для сложных комплексов, типа Патриота, например, стоят до миллиона долларов. То есть это сколько нужно вложить денег, чтобы потом выпускать ракеты стоимостью в миллион долларов. И нужно точно совершенно знать, что на них будет спрос. Это раз, но это уже очевидно совершенно. Кроме того, быстро такую промышленность не раскрутишь. На это нужны годы. Эти годы были, еще раз повторяюсь, с 2014 года это была масса времени. Ни Украина тут надо справедливости ради отметить. Ни западные страны совершенно не чесались по поводу раскручивания своей военной промышленности. Украина полагала, что ей хватит складских запасов, оставшихся там от трех советских военных округов немыслимого количества. И все эти запасы довольно быстро кончились, к сожалению. И поэтому нужно сейчас думать, что со всем этим делать дальше. Кроме этого, тут надо вернуться к России. И сейчас журналисты такого издания NK Media, они изучили спутниковые снимки и увидели, что в порту Нажин, это северокорейский порт, накапливаются большие контейнеры, характерные вот для перевозки боеприпасов. То есть, по всей видимости, Северная Корея готовит к отправке очередную партию снарядов, большую партию. Россия получает их от Северной Кореи, там уже разные назывались данные, но сотни тысяч боеприпасов, как раз-таки советских калибров необходимых. И от Ирана через Каспий тоже возят боеприпасы, но от Кореи их получают следующим образом. И грузят на корабли. Та ветка железнодорожная, которая связывает Северную Корею с Россией через станцию Хасан, такая вот железнодорожная станция, там бывал когда-то. А узкая, у нее пропускная способность вообще минимальная, и там таскать без конца эти эшелоны невозможно. Поэтому, по всей видимости, их грузят на корабль, перевозят в какой-нибудь из дальневосточных портов, в какой-нибудь Совгавань, Ванино, в тот же Владивосток, например. Ну, скорее всего, не во Владивосток, а именно туда, поближе вот к Транссибу, да, чтобы избежать вот этой узости железных дорог Приморского края. Оттуда напрямки через Транссиб везут там куда-нибудь в район Ростова, там разгружают и так далее. И с этим ничего поделать нельзя. Нельзя ввести санкции против Северной Кореи. Это не поможет Северная Корея, она никак не зависит от западных санкций, потому что это государство такое вот, закуплившееся, да, в своей такой капсуле. И она никакой зависимости от западных технологий не испытывает. У нее максимум что-то они получают из Китая, а все остальное делают там своими силами из говна и палок. Но, тем не менее, снаряды получаются. Снаряды там, правда, старые. Вот они отдают из своих складских запасов. Но, тем не менее, там что-то выстреливается, что-то нет. И даже если из трех один вылетит, это уже получается достаточно много. Так возникает вопрос, где же взять это оружие. Если есть деньги, но нет оружия. И в Европе его нет. Оружие есть в Соединенных Штатах Америки. Понятно, что артиллерийские снаряды, это тоже сейчас дефицит даже для американцев. Потому что они какую-то часть держат на своих складах, в том числе стратегических на Ближнем Востоке, в той же Южной Корее и так далее. Какую-то часть этих складов они вычерпали и отправили в свое время, в том числе из Израиля и из Южной Кореи в Украину. Теперь надо эти склады пополнять, потому что это стратегически важные такие объекты. Но, что касается техники, вот приходилось ли вам, например, видеть эти фотографии баз хранения в Аризоне, в Неваде и так далее. Там до горизонта буквально техники. Вот приходилось мне общаться. Вот я делал у себя с Гарри Табахом интервью, и он говорил, что там стоят десятки тысяч, например, джипов Хаммер, армейских вот этих внедорожников Хаммера. Десятки тысяч, причем уже списанных. Они уже не будут участвовать никогда в американской армии в боевых действиях. Просто американцы, народ в этом смысле такой относительно рачительный, они все это хранят. Потому что места много, денег хватает, они все это хранят. И при том, что украинские волонтеры с выпученными глазами все в мыле мечутся по всей Европе, пытаясь купить хоть какой-нибудь пикап, обшить его железом и отправить на фронт. В Штатах стоят десятки тысяч таких автомобилей, бронированных, уже специально приспособленных для боевых действий. В Европе их много хранится на складах, но их почему-то не дают. Или другой пример. Вот артиллерию, которую получали от союзников украинцы. Вот одно из таких основных орудий, это была гаубица М3-7. Хорошее орудие, спору нет, но оказалось, что оно не очень приспособлено для интенсивных боевых действий в условиях вот такой интенсивности, которая имеет место в украинской войне. Когда орудие выстреливает в день 100-200 снарядов. Хотя я напомню историю, одна из пушек М3-7, принимавшая участие в афганской войне, в течение 10 лет произвела 800 выстрелов. За 10 лет 800 выстрелов. То есть даже не каждый день и даже получается не каждый месяц. То есть вообще нереальная совершенная ситуация. А орудие это М3-7, она была изготовлена в свое время из облегченных материалов, композитных, чтобы сделать ее гораздо легче предшественнице и сделать ее авиатранспортабельной, чтобы можно было перевозить самолетами. Так вот, предшественница М3-7 называется М198. Это тоже гаубица, тоже 155 миллиметров, со схожими баллистическими характеристиками. Она транспортабельная, то есть ее можно перевозить с помощью тяжелых автомобилей или гусеничных тягачей. И таких орудий несколько сотен стоит на американских складах. Они сняты с вооружения уже давным-давно. Пушка вообще такая вещь, которая хранится может очень долго. С нее снимают приспособления, из откатной системы выкачивают жидкость и после этого она может стоять там хоть сто лет, ей ничего не будет. Ну металл вот такой вот толщины, что ему сделается? Потом осмотрели, провели дефектацию, закачали обратно жидкость, поставили прицелы и можно отправлять. Понятно, что самолетами такие не перевезешь. Она как раз не предназначена для перевозки авиации, но есть же корабли, есть Атлантика в конце концов. Напихать в несколько сухогрузов, есть специальный сухогруз для перевозки военной техники, ролкеры так называемые. Напихать туда этих пушек, напихать туда этих хаммеров и отправить 3-4-5 таких сухогрузов через Атлантику. Благо на дворе не 42-й год, битва за Атлантику не идет. Это вообще внутренний океан НАТО по сути дела. В чем проблема? Я этого не понимаю, почему американцы этого не могут сделать. Или МЛРС. Это система залпового огня, схожая с Хаймарсом. Только у Хаймарса он на колесном ходу и у него один пакет из шести ракет. МЛРС на гусеничном, два пакета по шесть ракет. И таких установок тоже стоит несколько десятков, если не несколько сотен. Вот я смогу ошибиться. На складах и они сняты с вооружения. Потому что американцы уже даже Атакмс начинают снимать с вооружения, перевооружая свою армию. На вот эту новую ракету называется Fire Precision Missile. Вот новая как бы разработка, которая заменит Атакмс. Оперативно-тактическая ракета. Вот для армии и корпуса морской пехоты. Тех же Атакмс на складах лежит гигантское абсолютно количество. Буквально некуда девать. Кассетные, фугасные, какие хочешь. Лежит масса оружия. Самолеты. Вот, например, давайте про самолеты поговорим. В начале лета первые шесть самолетов F-16 прибудут в Украину. Это из Дании, где как раз вот 10-месячный курс обучения пилотов заканчивается украинских. Вот Украина получит шесть самолетов. Понимаешь, их нужно будет беречь как зенит око. Они помогут и в плане ПВО. Может быть, помогут частично компенсировать вот эти налеты российской авиации, которые используют корректируемые авиабомбы. В Штатах на вот этих базах хранения стоят сотни самолетов F-16. Сотни буквально. Ни которые никак не используются. Они там хранятся. Вот эта знаменитая база в Неваде, по-моему, хранятся в трех степенях готовности. Первое, это боеготовые. В течение суток-двух их можно довести до уровня боеготового. Второе, это условно боеготовые. Это нужен там месяц обслуживания, мелкого ремонта, настройки оборудования и так далее. И небоеготовые, которые используются для вот такого технического каннибализма. Снимая с них запчасти для других самолетов. Сотни буквально. Двадцать, тридцать самолетов поставить оттуда вообще никакой проблемы нет. Если бы обучение пилотов украинских началось бы год назад, а может быть раньше, то сейчас им можно было бы дать эти самолеты. Американцы говорят, все упирается в деньги. Сейчас Пентагон просит у Конгресса дополнительно деньги на компенсацию разницы между тем, что отдают старое, а заказывают новое. Там попросят порядка десяти миллиардов долларов. Но вся штука в том, что старое это отдают. Оно же бесплатное. Оно в том смысле бесплатное, что его даже утилизировать собираются. То есть собираются потратить деньги на утилизацию этой техники, вместо того, чтобы просто отдать в Украину. Оплатить только перевозку, по сути дела, да, ну и ее обслуживание. Хотя украинцы, я понимаю, с европейскими деньгами там или с той же американской помощью могут оплатить это сами. И вот это вот для меня какая-то странная история, почему Запад вот никак не хочет осознать, что вообще происходит. Что помимо того факта, что большую европейскую независимую страну буквально уничтожают у него на глазах. Эта страна, его щит, я имею ввиду сейчас Европу, щит на его восточных рубежах. И этот щит нужно укреплять, нужно дать украинцам не только щит, но и меч, для того, чтобы они могли защищаться. Но вся вот эта история с Таурусами, да, которая сейчас вот там обрела какую-то новую грань. Шольц уперся рогом, все никакую, не дадим эти Таурусы. 150 штук всего, как будто они как-то могут от чего-то спасти Германию там в случае большой войны. Но сейчас уже даже в Европейский Союз вот его структуры давят на Германию с требованием в конце концов эти ракеты передать. Тем более, что сейчас речь идет о передаче самолетов F-16. Я не знаю, насколько Таурусы сопрягаются с F-16, но, наверное, там что-нибудь можно придумать. Если французские скальпы, британские Storm Shadow приспособили к самолетам Су-24, древним советским, так я уж думаю, к F-16 это как-то можно приспособить. Ну, будем надеяться, что все это как-то решится. На все это, конечно, смотреть совершенно больно и печально. Украинцы сражаются, украинцы воюют, украинцы держатся там из последних сил, а Запад все там чешется. На третьем году войны, еще раз повторяю. Давайте вспомним буквально в двух словах, как все происходило. К началу полномасштабного вторжения передали там какой-то крохотный пакет помощи, Дживилина, Энлау, ну, то есть вообще ни о чем все это дело. Даже ПЗРК «Стингер» не дали, за которыми тогдашний министр обороны Резников летал в Штаты, но в конце концов разрешили Литве передать свои «Стингеры». Все это очень помогло на первом этапе вторжения, потом постепенно, постепенно начали поставлять артиллерию, начали поставлять снаряды, начали по чуть-чуть давать авиатехнику, там несколько вертолетов, начали передавать там различные другие вещи и так далее. Ну и вот последнее, что скажу, вот в этом пакете помощи американским, который передали сейчас Украине, точнее передают там порядка 300 миллионов долларов, причем в Пентагоне его назвали аномальным, в том смысле, что у него уже вроде как денег нет, но мы его передаем. И там довольно много всего. Это боеприпасы для «Хаймарсов», очень важная вещь, артиллерийские боеприпасы 155 и 105, включая кассетные, ракеты для «Стингеров» и «РПГ-АТ-4», патроны для стрелкового оружия, оборудование для разминирования инженерных боеприпасов и всякого рода там запчасть, техническое обслуживание, вспомогательное оборудование. Все это важно, все это нужно, но нужно гораздо больше. Я надеюсь, что до западных лидеров, а последние заявления Макрона вроде как свидетельствуют в пользу этого, дойдет в конце концов, что Украине не просто нужно помочь, да, там что-то дать с барского плеча. Украине нужно помочь победить в этой войне, иначе следующая война будет уже между Россией и Европой. И это все прекрасно должны понимать.